Блин, такая классная песня, теперь это мой любимый рэпер. Блин, Скриптонит уже не тот. Угу, щас. Саламули гамаджобо, молодые. Мы вместе и мы счастливы. Это я, если чё, про новый альбом Скриптонита. 28 октября Адиль всё-таки выпустил свой седьмой альбом, который я уже раз семь пустил по кругу. Согласен, впечатления от альбома очень неоднозначные. Кто-то сравнивает его с домом и говорит, что Адиль тот альбом никогда не переплюнет. Кто-то ждал пляски по типу Бэйби Мамы и походу я один, блядь, доволен как слон. Я просто кайфовый чел, не дергай судьбу за член, не дергай судьбу за член. Так что, если кому-то альбом не понравился, пожалуйста, напишите в комментариях, почему. И уж потом, выслушайте, пожалуйста, моё мнение. А с вами тем временем Синька Батти, погнали! Саламулика Матшова Начнём с того, что практически каждого фаната тяготят абсолютно разные ожидания от скрипа, ведь его дискографию нельзя назвать однородной. Дом славился своей идеей и многогранностью, 2004 был построен на базе рэпа нулевых, а свистки и бумажки оказался очень лайтовым и человым саундтреком к лайфстайлу Адиля. Вместе с тем, от альбома к альбому Адиль выпускал очень много экспериментального творчества, которое практически каждый раз можно было назвать нетипичным для него. Ещё в своём обращении Адиль говорил, что его просто заебло слушать упрёки в том, что он сменил стиль, ведь он меняет его каждый трек, что и делал всю карьеру. Иначе говоря, все те люди, которые постоянно пиздят про старого скрипа, в душе не ебут, кто он есть такой. Также очень важно иметь в виду, как Адиль относится к своему творчеству и как его воспринимает. Ещё в конце того года он провёл в Инсте опрос, какой альбом выпустить первым, рэп или попсу ебаную. Подписчики выбрали рэп, наверное, ожидая чё-то в стиле животные или трек, засвеченный в снипете. Хотя сам скриптонит не раз хуесосил почти всё старое творчество и, скорее всего, даже новый сниппет он считает поп-хитом. Иначе говоря, не совсем ясно, что понимает под рэпом Адиль. Но суть в том, что большинство фанатов называют рэпом ебаную попсу. Ну и ожидая от альбома былой пафос, строки про суки, косяки и ту самую кочёвость, фанаты получили не тот рэп, который ждали. А потом вообще стало ясно, что этот альбом не имеет никакого отношения к этому опросу. Спасибо, что запутал ещё раз. Я уже, блядь, потерял смысл слова рэп. Ещё раз. Вот фанат говорит, что новый альбом Скрипа не очень и раньше было лучше. А Скрип ему отвечает, нет, ты не понял, первые тоже не очень. Я, в принципе-то, не особо переживаю за людей, пришедших из-за песен вроде «Животные», «Ломбада», «Москва любит», «Бар, блядь, две лесбухи» и, в принципе, со всякими понебратствующими гоперскими пережитками, ошибочно считающими меня своим, нашим даже срать рядом не сяду. Но, если честно, я лично слышу про старого Скрипа ещё со времён подготовки и выхода первого альбома. Это, возможно, самая тупая хуйня за всё время реально по-человечески заёбывает. Вместе с тем альбом начал потихоньку подготавливаться к выходу. В инсте начали публиковаться сниппеты, а накануне выхода фита с Бенни Милорда Адиль заявил, что альбом выйдет в апреле. И вот 28 апреля релиз попал в сеть, а Яндекс.Музыка разместила на пустырях вот такие семёрочки. 1 апреля, кстати, появился ещё один брос, что альбом будет называться «Фром Павла», но в это поверили только самые отбитые дебилы. Например, я. Если честно, до сих пор жду трек «Партак». Но давайте уже обсуждать новый альбом. Во-первых, я уже был готов к тому, что распробую все треки со второго, а может даже и с третьего прослушивания. Так было со многими старыми треками, и, к примеру, несколько треков со свистков я добавил себе где-то неделю назад. Блядь, да даже Бэйби Маму все начали слушать спустя год. Здесь же всё не так многослойно и усложнено, как у Солунки, но некоторые треки могут показаться тяжеловатыми, да и ожидания тоже играют свою роль. Так что первоначально мне понравилось где-то трека 4. Да, во многом это связано именно со звуком и его настроением. Здесь оно очень грузящее и серьёзное. Иногда некоторые моменты вообще звучат, как саундтреки из какого-то боевика, где все друг друга перехуярили. Сами послушайте. Эй, стесняюсь спросить, это новый альбом Казаха или Ост из Псителей? А иногда в одном и том же треке Адиль может несколько раз сменить настроение, как твоя девушка во время месячных. При этом его флоу извивается прямо вслед за битом. Ну и по-любому не один я заметил фирменные переходы с одного трека в другой, да? Такое уже было в доме, кстати. Где-то в конце просто играет начало следующего, а где-то едва слышимый момент, звучащий будто из динамика телефона. Касательно сэмплов и инструментов, здесь тоже всё как всегда бомбезно. Вы же заметили, как много на этой пластинке скрипки. Скрип, скрип. В общем, всё в лучших традициях скрипа. Единственное, что меня смутило, это то, что некоторые песни слушаются, как какие-то рассуждения и монологи под саундтреки, а не песни. Но давайте уже перейдём к содержанию. По посылу здесь тоже очень много интересных мыслей. В ключевых треках, где упор делался именно на монологи и их смысл, демонстрируется самый, что ни на есть желчный хейт-спич, чего стоит только трек-свистки, в котором рэпер изобличает всё лицемерие вокруг. Как будто джиган снова обдолбан и зашёл в инстаграм. А перед продолжением ролика зацените обложку этого видео. Я сделал Думарайдер, ссылка на него в описании. Также Скрип практически никогда не выражал положительных эмоций касательно своей родины. Он одинаково ненавидит как Москву, так и Астану с Павла. Кто не знает, сейчас он находится у себя в Казахстане, и в некоторых треках он очень красиво рассказывает об окружающей его бедности, лицемерии и наркотиках. Прилетело здесь и многим современным рэперам, которые попадают под раздачу практически в каждом альбоме Адиля. Многих он упрекнул в детских показушных понтах, типа дорогих брюликов и денег. Кого-то в том, что они полностью соответствуют трендам звучания. А где-то есть и явные намёки на реальных персонажей. Догадаетесь? Ну и куда здесь без осознания собственного успеха? Адиль убеждает тебя, что он такой же человек, как и ты, и любой бы при желании мог достичь таких же успехов, если бы так же въёбывал. Однако он не собирается превращать своё дело в рутину, ведь для него главное всегда оставаться ребёнком и делать всё в кайф. И если свистки и бумажки были примерно о том же, но с подачей а-ля мысли в 4.20, то здесь у бати знатно накипело. Раньше он обо всём читал мотивационно и заряженно, типа я смог и ты сможешь. Теперь же это всё звучит так, типа я смог и ты смог бы, блядь, если бы захотел. Хули я тебя вообще должен мотивировать, захочешь – сделаешь, не захочешь – сиди на жопе ровно ебать. Я не хочу узнать, что поверло себя, благодаря, никак не мешать. А вот насчёт фитов я очень доволен. Помните, что было на альбоме Салуки, допустим, на фите с Маркулом и Аникой? Три разных трека. А Диль же, в свою очередь, никогда не фитует с кем-то просто так. Когда у него вышел совместный трек с Лов 66, я думал, это хуйня какая-то, и я бы никогда не представил, что оба этих рэпера зазвучат пиздата на одном треке. Так же и здесь, и на всех новых треках. 104 залетел как надо на хасл-трек, а All Black 52 вообще разъебал всё к хуям. Если другие рэперы в первый день знакомства такие «давай, запишем фит, это будет мясо», то Скриптонит делает это только тогда, когда получится хороший трек, и независимо от того, кто это предлагает. Ну разве это не творческий подход? И самое главное, за что я люблю Скриптонита, это то, что он никогда не зависит от трендов. Это не тот случай, когда мы слышим «Йоу, завтра выйдет мой альбом в стиле хайпер-поп». Ну и по реакции аудитории очевидно, что альбом многим не понравился. Большинство хомячков ожидало старого доброго скрипа, которого по сути не существует. Но знаете, что понял я? А ведь именно альбом из Скриптонита это практически всегда тот самый настоящий Адиль. Если дом с нормальными явлениями намеренно делался пафосным и коммерческим, а совместные альбомы часто зависели не только от хотелок Скрипа, то что мешает ему выпускать всех своих тараканов на сольных альбомах? Скриптонит уже не тот. Именно эта фраза витает в воздухе после выхода этого альбома. Но задумайтесь, ведь для Адиля это самый главный комплимент. Практически каждый релиз не похож на предыдущий, и Адиль больше всего боится остаться тем самым старым добрым скрипом, что по сути является синонимом однообразности и самоповторов. Ведь для творца это самый главный страх. Если задуматься, то вопросы в духе, куда пропал старый добрый скрип, преследующий Адиля на протяжении всей карьеры, означают, что его творчество постоянно меняется. А значит, он все делает правильно. Субтитры сделал DimaTorzok